Каждый день мы используем десятки микрочипов, чтобы выйти в интернет, позвонить родным или даже проехать в метро. Они управляют запуском ракет, полетом авиалайнеров, движением транспорта в мегаполисе. Крошечные чипы памяти используют в паспортах нового поколения, а ниже в банковских картах контролируют наши финансовые сбережения. Несложно представить, что будет, если в процессе производства таких устройств произойдет серьезный сбой. Так что создание отечественной микроэлектроники – это без преувеличения дело государственной важности. Мы видим, что страна может быть ущемлена не только с точки зрения, скажем, прямого вооруженного конфликта, но и с точки зрения простых будничных моментов, как вот платежная система, да, отказала, как бы, и все, и народ в современном мире уже коллапс наступает. Или транспорт, или связь та же самая. Как выглядят современные микросхемы? На что они способны? И какую микро- и наноэлектронику российские производители делают лучше западных конкурентов? Об этом в программе «Технопарк». Зеленоград. Уже давно этот город называют российской силиконовой долиной. Здесь производят большую часть отечественной микроэлектроники. В самом начале производственного цикла любой местный процессор или микрочип выглядит вот так. Похожий на грамм пластинку диск толщиной в 5 миллиметров, сделанный из монокристалла кремния. Отсюда, кстати, и такое, казалось бы, странное название – «силиконовая долина». В переводе с английского «силикон» – это и есть кремний, материал, из которого создана практически вся современная микроэлектроника. После кислорода кремний – самый распространенный элемент на Земле. Из него состоит около 30% массы нашей планеты. Но прежде чем из природного кремния получится самый обычный микрочип, ну, например, для микроволновки или банковской карты, пройдет несколько месяцев. Стандартный процесс изготовления, скажем, по технологии 90 нанометров – это 4,5 тысячи микроопераций, которые ведутся в круглосуточном режиме, и после многих операций идет еще замер, и каждая там партия или там пластины с чипами, где делается, тянет за собой там несколько тысяч параметров. Обычный природный кремний для создания микроэлектроники не подходит. Сначала нужно изменить его кристаллическую структуру. Для этого кремниевые заготовки загружают в тигель из особо прочного кварцевого стекла и разогревают до температуры в полторы тысячи градусов. Затем в расплав опускают затравочный стержень. Вокруг него в течение суток атомы кремния создают самую совершенную в мире структуру монокристалла. Непрерывная кристаллическая решетка – главная особенность монокристаллов. В структуре обычного кремния атомы расположены хаотично. В искусственно созданном монокристалле они словно солдаты в строю, всегда на своем месте. Такая идеальная структура и позволяет создавать сложные микросхемы на площади в несколько квадратных миллиметров. Один монокристалл диаметром 20 сантиметров и длиной не более метра выращивают 26 часов, так что реакторы в этом цеху работают круглосуточно. Вес слитка – 60 килограммов, но его структура настолько прочная, что весь кристалл легко удерживается на тонком затравочном стержне. Его извлекают из реактора и тонкой металлической нитью разрезают на те самые пластины толщиной 5 миллиметров. Прежде чем создавать на пластине структуру микропроцессора, его подробную схему рисуют на компьютере. Строение современных чипов настолько сложное, что если рисовать все хитросплетения конструкции от руки, получится картина размером в несколько десятков квадратных метров. Так что сегодня создать один микропроцессор без помощи другого микропроцессора практически невозможно. Чем меньше размер ты можешь нарисовать, тем сложнее схему на той же самой единице площади можно изобразить. Если раньше компьютеры были вот такой там ящик, блок стоял, ну я имею в виду аналогичный, производительный, то сейчас это все укладывается в отдельный чип. Для того, чтобы сделать это все, уже обычных методов не получается, недостаточно. Первый советский телевизор КВН-49, арифмометр Феликс, проигрыватель Ленинград. Каких-то полвека назад все это – передовые разработки и прорывные ноу-хау. Сегодня – пыльные музейные экспонаты. Украшения коллекции Московского музея электроники – самодельные печатные платы. Дело рук советских радиолюбителей. А вот это вот чудовище. Просуществовало сравнительно недолго, но на 60-й год – это самый мощный в мире транзистор. Структура современных микрочипов отдаленно напоминает строение печатных плат. Здесь тоже есть участки, которые проводят электричество и которые изолируют один элемент от другого. Свои диоды, конденсаторы, транзисторы, которые регулируют передвижение электрических импульсов. Изменился только размер. В чипе обычный транзистор занимает 0,2 микрона. Так что на острие обычной бытовой иголки можно разместить несколько тысяч таких устройств. Подсчитано. Помещение, в котором создают микрочипы, в тысячу раз чище хирургической операционной. Здесь круглосуточно контролируют температуру, уровень влажности и молекулярный состав воздуха. Каждые 24 минуты он проходит сложную систему фильтрации и полностью обновляется. Находиться внутри можно только в герметичном комбинезоне из особого антистатического материала. Здесь чистота не только залог здоровья, но и производственная необходимость. Любая пылинка внесет в себе поражающий фактор. Соответственно, любая пылинка меньше 0,1 микрона, если она попала на схему, ну, как правило, она состоит из определенных компонентов, которые противоречат работоспособности этой схемы. И, соответственно, выводят из строя сразу же этот прибор. Когда мы уходим на данный уровень, уже важны не только просто пылинки, а еще и воздушно-молекулярные загрязнения. Кремниевые диски сюда привозят в обычных пластиковых контейнерах. Затем их маркируют и загружают в герметичные кейсы. С этого момента трогать пластины руками категорически запрещено. Первым делом их отправят на стадию шлифовки. После такой процедуры поверхность стекла по сравнению с пластиной покажется наждачной бумагой. Затем каждый такой диск пройдет самый сложный во всем производственном цикле процесс фотолитографии. Внутри этого устройства на пластину наносят ту самую заранее нарисованную на компьютере схему будущего микрочипа. Процесс этот скрыт от посторонних глаз и чем-то напоминает печать обычных фотографий. Для начала выбираем негатив. Вот мне больше нравится вот этот вот. Проверяем нашу специальную пленку отснятую. Загружаем в бокс для пленок. Загружаем сам увеличитель. А в фотоувеличителе есть лампа. Луч, проходящий от лампы, проходит через пленку, проходит через объектив и проецируется на столик. Дальше весь процесс проходит в полумраке. Под увеличитель кладут фотобумагу, покрытую светочувствительным материалом. После того, как на бумаге появилось изображение, лист опускают сначала в реагенты, которые ускоряют процесс проявки, а потом в другом лотке химикаты смывают обычной водой. И все. Готовый снимок остается только высушить. В отличие от печати фотографий, где пленка всегда меньше самого снимка, в процессе фотолитографии стекло с макетом микрочипа в разы больше самой микросхемы. Чтобы перенести изображение на кремниевую пластину, на нее заранее наносят фоторезист. Этот материал в зависимости от освещения меняет свои физико-химические свойства. Затем, сквозь стекло, на котором заранее лазером нарисована точная схема процессора, на пластину направляют луч света определенной длины волны. С засвеченных участков кремниевой пластины фоторезист легко смывается. А тот, что остался, в итоге и вырисовывает четкую структуру будущего чипа. Когда схема будущих микрочипов нанесена на пластину, остается самое главное – создать по этим трафаретам саму структуру будущего микрочипа. Этот процесс называется травление, когда с помощью разных токсичных газов в кремнии выжигают нужные элементы. Пластина с фоторезистивной маской помещается в камеру, как правило, в вакуумную камеру, в плазме, различных газов, СМИ или смеси газов. В местах, не закрытых маской фоторезистивной, осуществляется травление зачастую селективно к определенным нижележащим слоям. Чтобы на чипе уместились все элементы конструкции, их добавляют слой за слоем, как этажи в крошечном небоскребе. Так что каждая пластина переживает десятки циклов травления и фотолитографии. В итоге очертания микрочипов становятся видны даже невооруженным взглядом. В зависимости от назначения, мощности и типа, их размеры могут отличаться. К примеру, здесь микрочипы памяти для космических кораблей. Из одной пластины их получится всего несколько десятков. А это уже чипы для проездных билетов московского метро. Их на точно такой же пластине уместилось несколько тысяч. Последний этап производства – скрайбирование. Под струей воды, чтобы не возникло перегрева, пластину аккуратно разрезают на части алмазным диском, отделяя чипы друг от друга. Остается только установить их в корпус и провести тестовые испытания. Например, отечественные микропроцессоры для космической отрасли должны выдерживать перепады температур от минус 60 до 120 градусов Цельсия. Как это ни странно звучит, для космического применения некоторые микросхемы зарубежного производства для тех условий, в которых используется эксплуатация космического оборудования, могут просто не дотягивать. Естественно, такие микросхемы мы должны производить сами. В месяц на этом заводе производят 40 миллионов электронных устройств. Недавно здесь разработали новую технологию в 65 нанометров. Это позволило в два раза уменьшить размеры выпускаемых чипов и в два раза повысить их производительность. Впрочем, крупные мировые компьютерные компании сегодня уже осваивают технологию в 22 нанометра. Но это не мешает создателям отечественной электроники оставаться на острие технического прогресса. Ведь кроме размеров конструктивных элементов, важно, как именно эти элементы работают. Каждый день как минимум 9 миллионов человек пользуются нашей продукцией. Это и, соответственно, кто в метро спускается, и Мосгортранс, и Аэроэкспресс, и другие компании, и другие в регион, транспортные приложения, паспортные схемы. Сейчас вот речь идет об отечественной платежной системе, скажем, о сим-картах. Вот это наш рынок. В начале 60-х основатель американской компании Intel Гордон Мур вывел закон. Каждые 24 месяца количество транзисторов на кристалле увеличивается вдвое. Это правило работает до сих пор. Если бы авиапромышленность в последние 25 лет развивалась столь же стремительно, то сейчас стандартный самолет стоил бы 500 долларов, совершал кругосветный перелет за 20 минут и тратил на это всего 20 литров топлива. Так что совсем скоро даже самые продвинутые современные гаджеты займут свое место на музейных полках. А у создателей микроэлектроники появятся новые, по сегодняшним меркам, совсем фантастические проекты. Редактор субтитров А.Семкин